Светлый привет, друзья! С вами новости с большой буквы. Здесь мы видим самое важное. Не забывайте, что канал может продолжать свою работу только благодаря вашей поддержке. Сканируйте этот QR-код и поддерживайте канал всеми доступными способами. А также подписывайтесь. Дэй, деликатес! Радость наполняет наши сердца за родителей европейских детей. Это мы тут дикие, должны своим кровиночкам, как мы считаем, качественную еду искать мясом, кормить рыбкой. А в цивилизованном мире давно уже похоронили все эти кулинарные пережитки прошлого. Черви! Вот новая реальность, например Голландия. Бути deze heerlijke, plantаарige gerechten, heb ik namelijk ook een zakje меевормы. Три, twee, een. Там, понимая, что скоро жителям райского сада натуральные мясные продукты будут не по карману, в школах ввели червячную диету. Из червей делают червивые запеканки, салаты, рулеты. Все, что мило сердцу современного европейца. И приучают к подземному корму школьников. Вы переживаете, что нет разнообразия? Не волнуйтесь, червяков школьникам разбавят кузнечиками и сверчками. Вот подходящее место, чтобы заморить червяка. Эээ, что это? Червячок, разве не видишь? Брээ, гадость! Богатство блюд гарантировано. Еду бедных азиатских стран, где не могут себе позволить другую еду, теперь активно продвигают в Европе, рассказывая... Ну, все в том же стиле, как и с русским газом, что дешевое сырье для промышленности – это не конкурентное преимущество и условия благополучия, а страшная зависимость. Тараканы и кузнечики – это не еда для бедных, а спасение планеты от ужасных коров. Уровень интеллекта – тысяча. Получается, неправильно раньше обзывались, говоря, стадо коров. По факту, выходит правильнее говорить «стадо европейцев». Мясо в европейских магазинах лет через 10 станет таким же редким деликатесом, как черная икра. Господи, убереги Россию от этой европейской ментальной чумы. Лучшие. Лучшими наш враг назвал русские рэбы. То есть технические средства, технологии и подходы в радиоэлектронной борьбе. По крайней мере, так считает украинский комбат-разведчик по фамилии Ярославский. Например, рэбы, я считаю, что сегодня у русских лучших в мире. Как бы мне не хотелось не обижать наших партнеров, но рэбы сегодня у них лучше. Одной простой причиной. Да, действительно, партнеры обходят по технологиям, но у партнеров нет возможности использовать это в реальном боевом режиме. А у русских есть возможность. Что такое война? Война – это постоянно соревнования технологий и противников. Все, что придумываем мы, они придумывают противодействие. И наоборот. Поэтому ежедневная модернизация, изменение частоты, изменение подходов позволяет русским опережать всех наших партнеров, потому что у них есть поле боя, в отличие от наших партнеров. Спасибо всем, кто у нас работает в этой области военного искусства. Работайте, братья. А. Аферист. Бесконечно можно смеяться над двумя вещами. Приключениями героев из советских комедий и прогнозами неудачника-афериста Димы Пирамидкина. Вот что он говорил 28 сентября. А нам дадут вооружение, необходимое для того, чтобы мы могли нанести военное, я подчеркиваю, военное поражение России? Отвечаю, дадут. Дадут все и даже больше. Да, этот вопрос волнует каждого зрителя этого юмористического шоу. Почему, собственно? А? Ну-ка, бомби! Потому что обладаю знанием, раз, а второе, обладаю опытом. Я вам точно скажу, что до конца сентября все вопросы по разрешению бить ракетами дальнобойными западными по территории России будут сняты. Украина получит разрешение бить дальнобойными западными ракетами по территории России. Точка. До конца сентября. Точка. И вот прошло три недельки. Чего же стоит знание этого грандиозного эксперта по-украински? Будут ли приняты решения, что Украина имеет право бить дальнобойными американскими, британскими ракетами по России? Я думаю, что, к сожалению, скорее всего, нет. Я раньше был настроен, что да, безусловно, по тем сигналам, которые я получал из США, в частности, ну, там говорили, что да нет, все. Все. Все будет хорошо. Не переживай вот на днях просто. И я поэтому в своих эфирах даже это говорил. Ну, что-то, видно, произошло. Совет от блондинки. Надо сменить источник из США. Но правда, доверять информации водителя мусоровоза с Брайтон-Бич – это залет даже для такого аферюги, как эта лысая колена, обманывавшего больных раком. Искренне сочувствую всем тем, кто до сих пор слушает и умудряется верить этому штопанному прохиндею, на котором уже заплатку некуда ставить. А уж верить ему, как и его источнику информации с мусоровоза – это расписаться в явке с повинной в психиатрическую клинику на обследование пограничного расстройства собственной личности. С таким диалогом. Доктор, у меня это. Что это? У меня что-то с расстройством. Я слышу голоса Тимона Гордона и Пумба Джонсона, которые обещают триллион долларов самой коррумпированной стране Европы. Надо заканчивать войну, победой Украины. И для этого нужно три условия. Их сформулировал Борис Джонсон мне в интервью. Первое – Украина в НАТО. Второе – финансовый пакет помощи Украины на 500 миллиардов долларов или на триллион долларов, сказал Борис Джонсон. И третье – оружие. Все, которое необходимо для победы. Врач, ну и что в этом вас пугает? Доктор, я верю в этот бред, отшмыгающего носом украинского эксперта. И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. Если моя работа – цена для вас, и вы боитесь меня потерять, то подпишитесь обязательно на Рутуб. Я готовлюсь к блокировке и здесь активно развиваюсь там. Так как цензуры на Западе, конечно же, нет, она только у варваров, то и ребенку. Понятно, что Рутуб станет единственным и основным местом для наших с вами встреч. Найдите меня на Рутубе и подпишитесь на вашу любимую маму в шапке. Для вашего удобства ссылку я оставляю в описании. Надеюсь на вашу поддержку и сплоченность в этом важном и логичном изменении. Сейчас вы посмотрели демо-версии двух эксклюзивных выпусков с Рутуба. К сожалению, больше не могу вам предоставить здесь. Можете перейти по ссылке в описании, либо по QR-коду и посмотреть их полностью на Рутубе. За что я буду вам очень признательна. А можете этого не делать. Ваш выбор. Всем мир. И не забудьте подписаться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok